хотел заснять такое небольшое видео можно сказать антиреклама компании к наук но не хочется ничего плохого говорить просто говорю как есть листы приходит у них повреждена внутренняя часть внутренняя часть повреждена вот вот виде вот видно линия то есть вот по этой линии если так взяться он ломается в ту сторону вот это повреждение вот причем но не скажу что на всех листах но практически вот на многих листах повреждение есть прям очень наглядный пример нашел в сторону отложили вот то есть берешь когда он прям вот аж на обламывается с чем это связано где вот это вот идет повреждение я не знаю вот но факт остается фактом что это косяк сейчас другой лист возьму вот у нас пачка листов стоит вот старца смотрите канал гост все здесь написано маркировка вот 12 с половиной вот она может видно нет повреждения то есть я сейчас возьму она сломается такого не должно быть на многих листах это повреждение есть вот она бывает на всю длину идет бывает на небольшом участке то есть вот как здесь здесь вот она идет вот здесь нормально потом вот опять начинается вот отсюда вот она сейчас резко с ними вот она пошла 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 опять закончилась здесь нормально что это такое вот кто-то сейчас может написать что вы плохо разгружали ничего подобного то есть пачка приходит целая он прям целую пачку мы разворачивали все вот такие листы именно внутренняя часть именно только внутренняя повреждена то есть снаружи снаружи не части все все ровно все гладко все идет без всяких повреждений а внутренняя часть вот на таком расстоянии идет повреждение вот если у вас у кого-то тоже покупали такой продукции канал листы вот я замечал именно 12 с половиной листы такие поврежденные потому что мы вот вышивали дом туда брали порядка наверное 200 листов два слоя каркасный дом вот там все такие листы были я еще сначала подумал что может бракованная партия вот но причем мы брали в разных интервалах брали с интервалом до полугода зашивали долго там вот то есть довозили по 50 листов по пачкам вот и каждый раз вот у нас были вот они вот такие то есть аккуратно и брали потому что переусердствует вот так возьмешь сильным раз и он так надламывается то есть из-за того что повреждена бумага то есть он сразу же ломается поэтому с ними очень осторожно мы работали вроде бы сделали я думал но может быть действительно партия такая но сейчас на квартире купили пачку вот вижу что такой же брак с чем он связан причем беру ну бывает листы хорошие попадаешь я как бы не хочу сказать что все они бракованы но процентов 50 точно вот из этой пачки с поврежденной кромкой я сейчас провожу получается здесь вроде нормально вот вот здесь вот видно повреждения сейчас риск и видно чуть-чуть вот она кого линия идет все закончилось дальше нормально следующий лист вот она кромка идет вот видно то есть так не должно быть у нас просто я живу волгограде у нас есть гипсовый завод выпускает гипсокартон не хочу тоже рекламировать его но просто я для наглядности хочу сказать что там нет таких проблем когда мы привозили разгружали то есть таких вот надложенных моментов там нет таких повреждений нет то есть листы ровные все четко здесь вот именно вот в последние года что-то под расслабились канавцы хотел такое нарекание сказать потому что это не связано с транспортировкой раньше думал может быть транспортировали как-то царапину вот эту сделали но что-то какое-то совпадение такое получается что именно вот от кромки вот на таком расстоянии это все что здесь что-то что снизу вот какое-то совпадение интересно и получается что если при транспортировке то может где-то здесь повреждение быть а этот именно сантиметров пять от кромки вот если у кого-то у вас есть кто-то работает такими листами обратите внимание если у вас такая проблема если у вас такая трещина на листах если да то напишите в комментариях вот что было видно что это не только территориально что это может глобальная проблема что может какая-то технология не очень удачно именно в изготовлении все это не связано действительно с какими другими причинами но хотелось бы эту вопрос как бы решить потому что фирма я считаю серьезная мы как бы много и обучались у них но я ничего против не имею профиля у них хорошие но вот это вот это что-то ненормальное однозначный косяк его как-то надо устранять все что хотел сказать напишите обязательно в комментариях что вы думаете по этому поводу до новых встреч